Приветствую вас, Виталий. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Что я могу вам сказать? Ну, сны лучше всего пуговать непосредственно с человеком, то есть непосредственно вами лучше это всего делать, потому что только вы можете увидеть те ассоциативные цепочки, которые характерны только для вас и понять именно для себя значение сновидения. Так, чтобы именно это было ваше значение, да. Не психолога, да, а именно ваше. Чтобы именно, ну, чтобы значение сновидения именно вы увидели, а не психолог, не другой человек. Конечно, подходов к звукованию сновидений достаточно много, вот, не правда. Больше импонирует подход юнга, юнгианских школ, поэтому я постараюсь рассмотреть вашу проблематику. Именно, исходя из данной школы, это школа символизма, вот, соответственно, тюрьма, которую вы видите, по факту означает не свободу. То есть вы чувствуете себя не свободным, вы чувствуете себя западным в определенных рамках, границах, как угодно. Вот, и вы избегаете, то есть вы хотите схитрить, вы, вероятно, привыкли хитрить, вот. То есть вы привыкли, таким образом, как-то вот избегать тех ограничений, которые накладываются на вас, людьми, окружающими. Может быть, чувством ответственности, неумеренным, неумолимым. Может быть, что-то еще, что-то еще. Вот, и, соответственно, так ваша жизнь и проходит. Вот, но три дня назад, по-видимому, ситуация достаточно резко обострилась, вот, с чем, что вызвало у вас такую вот реакцию. Я бы сказал, что этот сон к тому, что вы недовольны своим текущим положением. Я бы сказал, что этот сон к тому, что вы бунтуете против определенного положения вещей. Я бы сказал, что этот сон про вашу потребность, про вашу тенденцию что-то менять. Вот, как я бы сказал. И, если мы говорим про то, к чему этот сон, понятно, что с точки зрения, например, психологии, можно только делать предположения определенного рода, да? Вот, с точки зрения, с точки зрения именно психологии, я могу сказать, что к переменам. Ваш сон к переменам определенного рода. То есть это вот, по факту это то, что вас может, ну, ждать в будущем, да? Это вот перемены, какие-то изменения, может быть, не самые желательные изменения для вас, ну, может быть, изменения не совсем такие, каких вы бы хотели для себя. Вот, может быть, это будут те перемены, которые поначалу как-то вот вас там могут пугать, например, которые вам могут не нравиться. Вызывать раздражение, страх, вот. Вот, но эти перемены, скорее всего, произойдут, эти перемены, скорее всего, случатся, так или иначе, эти перемены случатся и произойдут. Потому что, как бы, назрели, назрели, назрели. Потерями. Потерями. Эту ситуацию для себя решить. Именно, с неименшими потерями, вот, с наибольшими приобретениями, вот. Постараться эту ситуацию обратить себе во благо, как мне кажется. Чтобы, вот, как-то хаотично, значит, в ней не раствориться, чтобы хаотично в этой ситуации не, ну, не утонуть, да, скажем так. Вот. Это то, что я могу вам сказать, опираясь, вот, на те данные, которые вы привели. Данных, конечно, немного, к сожалению, данных немного, к сожалению, недостаточно информации, чтобы вам помочь. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, это вот то, что я могу вам сказать. Тем не менее, это то, что вот сейчас для нас, наверное, наиболее актуально. Вот это понимание какое-то вот того, что вы находитесь, ну, в определенной степени в несвободе. Вот. И в определенной степени эта несвобода, она стала возможна благодаря, действительно, как сказал мой коллега, Кудричев Игорь Леонидович, благодаря, скорее всего, именно тому числу вины, которое у вас имеет место быть, которое, вероятно, навязано вам. Вот. И, соответственно, это то, что очень, ну, очень сильно может вам мешать. Ну, как я уже сказал, да, вот, всё можно изменить, всё можно исправить. Вот. И... Главное, чтобы было ваше желание к этому, к этому. А мы вам поможем. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я вам желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрушена для вас самым лучшим образом. Так вот, давайте перечисуем сюда. Продолжение следует...